От пациента. Слабость. С левой стороны больше. Врачи не могут точно сказать паркинсонизм либо просто дегенеративное нарушение сосудов. Необходимо сравнить два исследования могу доплатить, если нельзя точно выяснить диагноз какие исследования надо произвести, надо ли МРТ с констрастом либо нужен более мощный аппарат 3 Тесла. Консультативное заключение по МРТ головного мозга пациента 70 лет. Дата исследования. 21 декабря 2020 года с динамикой от 15 июля 2019 года. При МРТ головного мозга в аксиальной и сагитальной проекциях получено изображение структур мозга по Т1 и Т2В плюс 2. Выявляются множественные очаги лейкариоза, отмечается некоторое нарастание лейкомаляции, включая лейкомаляцию в области воролиевого моста. Данных за острую ишемию не получено. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалия, индекс Эванса 0,25. Субарахноидальные ликварные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий выражено расширены. Цистерны и основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы, признаков лепта и похименингита нет. Срединные структуры не смещены. Турецкое седло не изменено. Патологии моста мозжечковых углов не выявлено. Патологии орбит не определяется. Хиазмально-селярная область без МР признаков патологических изменений. Миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия. В проекции моста мозжечкового угла корешки восьми пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричны, не утолщены. Заключение. Дисцикуляторная энцефалопатия. Выраженная диффузная атрофия. По сравнению с предыдущим исследованием принципиальной динамики нет. Зав. Кафедрой профессор Холинаве. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА